Поломался я два месяца назад, то есть я прыгал с парашютом на день ВДВ, а 2 августа пошел на свой родной аэродром, Алферево, Подмосковье, Майевский аэродром, ну и не рассчитал ветерок, так мягко говоря, да, взял круглый купол с дуру, я на крыле прыгаю, а круглый он же неуправляемый, он дубовый, вот дуб его зовут, дуб, да, десантники дуб зовут, да, я думаю, молодец вспомнил, вспомнил, вспомнил молодость, компрессионный позвонок, компрессионный перелом, вернее, одного позвонка от поясничного, неделю готовили, я видел, что профессионалы, профессионалы рядом, да, просто с большой буквы, они не сломя голову, там, они видят, вот этот параметр там плавает по крови, давай-ка поднимем, они меня сбалансировали перед операцией и потом только отправили, поэтому я как бы не переживал особо. Сложные повреждения позвоночника, они и лечатся тоже сложно, что такое сложно, это значит, что зачастую из одного доступа выполнить весь необходимый объем хирургии невозможно, для этого применяются методики комбинированной фиксации, вот Михаил Борисович, мы применили методику комбинированной стабилизации передней и задней. Вы заменили методику позвоночника на что? Да, на кость и так называемый имплантат, который обеспечивает опороспособность именно в этом месте и не дает сегменту, ну, деформироваться. К его образу жизни он вернется, абсолютно точно убежден даже, и вряд ли он будет вспоминать про нас с позиции того, что... Вот это зря. Нет, я имею в виду другую позицию того, что когда-то что-то беспокоит. Друзья, сегодня у нас в гостях Михаил Борисович Корниенко, космонавт, летчик-космонавт, герой Российской Федерации. Можете спросить у настоящего космонавта, каково это быть в космосе? Агрессивная невесомость, там много побочных явлений от нее, там перераспределяется кровь, лимфа в организме, лицо отекает, крова варит часто. Космос, он непростая штука, к нему нужен с уважением, ну, как в принципе в любой профессии. Субтитры создавал DimaTorzok